МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня у нас очередной обзор на рыбку Сомик Агами Звездчатый. И сразу хочется сказать, почему же я его сейчас, как видите, держу вот в такой вот баночке. Все дело в том, что данный Сомик, он ночной рыб, так сказать. Поэтому в аквариуме его практически никогда не видно. Порой даже и не понимаешь, он у тебя есть вообще или его уже давно нет. Но суть не в этом. Давайте рассмотрим его поближе и узнаем о нем побольше. Весь день Агамизы проводят в укрытии. Также он может зарываться в грунт и делает это довольно часто. Звездчатый Агамиз обитает в восточной части Перу, Эквадор. Помните, что тело у данного Сомика покрыто костными пластинами, шиповидными отростками. Видно даже на хвосте их сейчас очень хорошо. Соответственно, когда вы будете его ловить сачком, он будет цепляться ими. Это вот на хвосте это не все, он еще на теле покрыт. Цепляется ими за сачок и, соответственно, запутывается, там распутаться очень тяжело. Поэтому я рекомендую вам, если у вас есть возможность поймать его каким-нибудь стаканчиком, баночкой, лучше делать это этими предметами. Потому что потом придется сачок просто-напросто портить. На данном мешке можно и уколоться, и это достаточно болезненное ощущение. Передняя часть рыбки покрыта прочными костными панцирными штучками. То есть он сам по себе очень жесткий, его можно сажать с хищными рыбами и не бояться, что его съедят. Агамис относится к семейству говорящих сомов, так как в стрессовых ситуациях при пересадке, или просто если вы его вытащите из аквариума, или будет какая-то опасность, они издают звук такой, как треск. Вырастает данный сомик до 15 сантиметров. Минимальный размер аквариума в районе 100 литров. Температура воды 20-26 градусов, уровень кислотности PH 5,8-7,5, ну и жесткость от 2 до 20. Характер у этих сомов достаточно мирный. Его можно в принципе сажать с мирной рыбкой, невзирая на то, что все-таки сомы это хищники и он соответственно тоже хищник. Но тем не менее, он к остальным рыбкам в принципе никак не смотрит на них, не обращает внимания, игнорирует, грубо говоря, равнодушие. Поэтому он подходит в принципе для всех видов аквариума. Но если рыбка вдруг умрет и упадет на дно, естественно он ее будет подъедать. И как правило, он если это будет делать, то это он будет делать ночью, когда вы не видите. А утром проснувшись, вы увидите то, что он сидит на рыбке, можно подумать то, что он ее и убил в принципе. Но это не совсем так. Конечно, мне тоже не нравится то, что он сидит в банке, хочется посмотреть, как он будет плавать в аквариуме, но сейчас мы это сделаем, конечно же. Единственное, что же, сейчас мы его выпустим, он сразу же спрячется. Его практически не будет видно. Но нам сделать это нужно в любом случае. Посмотреть на него в аквариуме, как он выглядит. Конечно, окраска у него, как видите, очень такая интересная, черная, с белыми точками, усы такие у него просто прекрасные, какие-то невероятные. Сейчас выпустим. Как правило, они невредят растения, поэтому за растение можно не волноваться. Ну и не забывайте, да, о том, что он, как я уже рассказал раньше, что он хищник. Поэтому им нужно давать корм с высоким содержанием белка. Это может быть живой корм, мотыль, дождевые черви, даже может быть трубочник и так далее. Также можно давать специализированные гранулы, которые падают на дно, так называемые, таблетки. По поводу разведения. В принципе, их разводят в аквариумах, достаточно большого объема, единственное, что. Но просто так разведение очень редко бывает. Как правило, нерест стимулирует у этих сапсомиков, вводя инъекции, так называемая, гипофиза леща. Ну, в принципе, на этом всё, что я хотел сказать. Поэтому пошлите смотреть, как он будет плавать в аквариуме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Поэтому на этом всё, мои дорогие друзья. Спасибо вам за внимание. Был такой краткий обзорчик. Не получилось побольше отснять патриарху с этим сомиком, так как я говорил, что он сразу же спрячется. Всего вам доброго! До свидания! До новых встреч! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!